Привет, свой брат, и начну я свой ответ вам зад. Вот вы делали для человека все, что могли. Вы делали для него что-то хорошее. Вы окружали человека свободой, теплом, лаской и так далее. Вы делали человека счастливым. И если вы любите человека, то вам этого достаточно. Потому что тот, кто любит, безусловно, дарит эту самую ласку, тепло и заботу. Вы говорите, вы пишете, что вам обидно, что вы жалеете о том, что произошло. При любви, любви безусловно, понимаешь, что человеку лучше. Понимаешь, что если он счастлив не с тобой, то это просто принимаешь. Потому что при любви искренне, истинной, важно только лишь со мной. Счастье тому, кого любишь. И не важно, с тобой он или нет. Вы переживаете. Вы испытываете разочарование, обиду. Почему? Потому что вы вкладывали в человека и надеялись на то, что он обрагандит вас тем же. Ну или, по крайней мере, будет вам предан очень сильно. А так не получил. И вы знаете, причин, по которым это так не получилось, может быть много. Например, девочка посчитала, что она слишком сильно вам болзина. И понимала, что вы для нее слишком хороши. А она не такая. Она вот поняла, что не сделает вас счастливым, не сможет принести вам того счастья, которое вы ей принесли. И из-за этого ушла к другому, чтобы вы как можно быстрее начали жить дальше. Может быть, она считает вас слишком идеальным. И не соответствуя вас, по ее мнению, она не сможет вас сделать счастливым. Может быть, она, видя, как вы к ней относитесь, видя, как вы дарите ей ласку, тепло и заботу, просто-напросто обесценивает вас, в своих глазах, потому что видела, что вы думаете только о ней и нисколько не думаете о себе. То есть вы никак не проявляли заботу о самом себе. И это, значит, девочку настроило на то, что вы себя не цените. А значит, не ценит и она вас тоже. Причин много. Но факт остается фактом, что вы сами девочку не любили. Любовь и настоящий, и искренний, и сын. И возникает вопрос. А для чего тогда вы, значит, начали в нее вкладывать? Чтобы привязать ее к себе? Чтобы она была все время слабой, постоянно? Возможно, это именно то, чего она и опасалась. Что из-за такого отношения она вынуждена будет полностью вам подчиняться, чего ей не хотелось. А может быть, она ей не нравилась, что все от нее ждали именно такого вот подчинения. И она решила проявить себя и подумать о себе сама. Это тоже, может быть, момент. В любом случае, посмотрите, какая получается ситуация. Вы пишете, что, значит, она начала болеть после полгода отношений. И полгода отношений, это на самом деле не так много для того, чтобы прямо вот сказать, что серьезные отношения у людей. И она, почувствовав, что вы в трудную минуту ее поддержали, в трудную минуту ее поддержали, видели ее слабой, видели ее беспомощной и так далее, значит, она ощутила стыд. Человеку часто бывает стыдно быть тем, кто видел его беспомощность. И потому, это я все почему говорю, потому что нельзя распознать заранее, произойдет такая ситуация или нет. Потому что каждый, абсолютно каждый человек на вот эту ситуацию отреагирует по-своему. Кто-то будет благодарен вам огромной жизни, кто-то воспримет как само собой разумеющийся, кто-то, как она, будет вынужден вырастить свои эмоции, свое недовольство таким вот процессом. Предугадать поведение человека нельзя потому, что каждый эмоционально реагирует по-равному. Кого-то, например, подобное поведение, ваше поведение, ставит в рамки, к чему-то обязывает. Кого-то обязывает очень сильно, кого-то вообще не обязывает. И нельзя догадать, как человек ощутит себя и поведет себя в этой самой ситуации. Два разных человека в одних обстоятельствах поведут себя совершенно по-равному. Просто потому, что нет двух одинаковых людей. Соответственно, на первый вопрос вам я ответил, а совершенно второй. Как забыть ее плохой поступок поскорее? Вы знаете, до тех пор, пока вы будете считать этот поступок плохим, он на самом деле от вас не уйдет. Понимаете, поступок этот неплохой. Он просто не нравится вам. он заставляет вас чувствовать себя брошенным, чувствовать себя покинутым и так далее. Но в действительности вы делали хорошее дело. Вот так вот, если отбросить обстоятельства, то исходя из общечеловеческих ценностей, вы поступали очень правильно. Вы помогали больному человеку пережить свою болезнь. И помогали. Это не сделало вас ближе к ней, а ее ближе к вам. Это не добавило прочности вашим отношениям. Доверие может быть, но не прочности вашим отношениям. и так получилось, что для нее подобное не является результатом, прошу прощения, неправильно выражаться, для нее подобное не является поварем для того, чтобы лучше к вам относиться. И с этим вы ничего поделать не можете. Девушка, исходя из вашего письма ничего вам не обещала. Она не должна быть с вами. Только их благодарность. И вот когда вы перестанете связывать то, что вы делали, то, что вы делали, и ее возможную благодарность с отношениями, когда вы разграничите благодарность, признательность и желание быть вместе, вот тогда плохой поступок перестанет быть плохим поступком и станет просто поступком. И когда вы поймете, что из одной только благодарности к человеку за его хорошее поведение, за его потрясающие отношения нельзя из благодарности только быть счастливым, нельзя из благодарности построить хорошее отношение, прочное, чистое и так далее, вот тогда вы примете ее поступок. Поступок как женщины, вот то, как она поступила, она поступила как женщина, она уся другому мужчине, а как человек вы поступили прекрасно. и вот эти две вещи вам нужно ограничивать. Чем быстрее это сделаете, тем быстрее забудете ее поступок. На этом все. Надеюсь, что помог вам. То, что я вам говорил по поводу поведения, по поводу причин, еще свидетельствует о том, что нельзя по одной девушке садиться, а других я надеюсь это было понятно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. садиться. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...